Приветствую вас, дорогие друзья! Глубоко уважаемые телезрители, братья и сестры, вот это завершающее обращение всегда напоминает нам о нашем единстве. Мы братья и сестры друг к другу. Для верующих братья и сестры во Христе, для соотечественников тоже родные и близкие. Потому что живем в одном общем доме, на одной земле. У нас одна идентичность, мы одна нация. Мы живем дружно, несмотря на то, что кто-то православный, кто-то католик, кто-то мусульманин или иудей, а кто-то атеист. И с братьями и славянами мы стараемся изо всех сил жить в союзе. Какие прекрасные слова! Единство, союз, дружба, любовь, терпение, прощение, помощь, забота, соборность. Как прекрасно должны быть поступки, которые стоят за этими словами. И если будут наши дела такими, единство всегда будет. Главное, чтобы эти слова для нас не стали привычными и пустыми. Нам нужно учиться слышать друг друга и людей. Нужно уметь зажигать других своим трудом, своей любовью к земному Отечеству, своим выбором правды и добра. И хорошо, что в нашем обществе есть достойные примеры – люди-дело и служение. Сердечно поздравляю всех нас, дорогие, с наступившим Днем Единства Белорусского Народа. С новым для нас праздником, но дорогим для истории. Сколько улиц в западных областях нашей страны носят название 17 сентября? А ведь без этой даты Беларусь была бы вдвое меньше и вдвое слабее. Между западными и восточными белорусами была бы граница и территориальная. И с каждым годом увеличивалась бы пропасть – ментальная, мировоззренческая. Ведь Вторая Речь Посполитая в своей политике по отношению к местному населению следовала своим неизменным принципам ополячивания. Что в XVII веке, что в XX. Сегодня Белорусская Православная Церковь вспоминает преподобного Игумена Афанасия Брескова. Преподобного мученика. Он боролся за идентичность белорусов, за православие. И если бы меня спросили на открытом президентском уроке, что мне дорого в моем народе, я бы ответил – мой народ сохранил свою веру. Несмотря на три столетия угнетения, несмотря на вынужденное разделение Парижскому договору, Несмотря на безбожие XX века, Несмотря на ошеломительную пропаганду западных ценностей последних десятилетий. Белорусам, как и всем славянам, христианам легко понять, что такое единство. Бог, христиан, святая Троица, Единосущная и нераздельная, Отец, Сын и Дух Святой. Единство, скрепленное одной природой, Любовью, силой и служением. Умом мы никогда не объясним тайну единства Святой Троицы, Но опытом духовной жизни мы ей причастны. Поэтому слова «Любовью и единением спасемся» Сказанное преподобным Сергием Радонежским, Который увидел в Святой Троице этот призыв, Для нас, живущих в шатком и враждующем мире, До сих пор эти слова имеют определяющее значение. Так будем следовать этому призыву. С наступившим днем народного единства! Субтитры создавал DimaTorzok